Добрый день, комрады, добрый день рыбацюги, добрый день подписчики, добрый день подписчики новые, старые, добрый день всем, кто меня смотрит, кто не смотрит, смотрите меня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте подписаться и нажимайте колокольчик. Мы сейчас с вами находимся, ну так получилось, что мы сейчас с вами находимся в городе Львове. У нас сейчас 1 сентября и так получилось, что мы сейчас находимся с вами возле нового стадиона Арена Львов, который был построен специально для Евро-2012 и для того, чтобы посмотреть будни стадиона, что происходит, как есть и что есть и какой-то стадион, ну как он вообще выглядит и в будние дни, когда ничего нет, когда нету Армина, который здесь выступал или когда здесь нет футбольного матча Шахтер, которому негде больше играть или Луганской Зари, которая здесь играла. Ну вот так вот примерно вы видите, как выглядит стадион, пустота, пустыри. Здесь были даже вопросы, когда прокладывали дорогу, людей отселяли, выселяли и по их участкам проводили, прокладывали дорогу. А сейчас вот здесь вот поют соловьи, черекают птички и прыгают кузнечики. Так что вот смотрите, сейчас мы более еще обойдем по кругу, возможно, этот стадион, посмотрим его с другой стороны, вот, что оно есть и вот этот объект, который теперь вот у нас есть. Так что, ребята, смотрим дальше. Итак, ребята, я вам снимаю сейчас, ну из-за забора, вовнутрь сейчас попасть невозможно, потому что сегодня нету футбола, нету игры, стадион огражден, хороший забор вокруг, такой мечта дачника каждого, все как бы цивильно сделано, покрашено в серый цвет, очень хорошие ворота, но дело в том, что на содержание данного объекта нужны очень большие деньги, нужны существенные бюджеты, сейчас я отсниму территорию, покажу, то есть как выглядит территория сейчас здесь вокруг. Здесь пустыри, скорее всего это был паркинг, может быть это было, ну, не знаю, какие-то дороги, но видите, что здесь сейчас все так пустынно, никого нет, значит, тут прилегающие территории, вот у нас здесь ромашки растут, все растет, вот территория, ну, жухлая трава, косили здесь, видимо, потому что трава покосы рядом, ну, рядами лежит, лавочки есть, все это позарастало, значит, брусчатка, по брусчатке растет трава, вот, ну, вот так вот, вот с этой стороны гейт номер 5, вот так выглядит территория стадиона, ух ты, вот такой звук. Вот, какие-то одинокие машины проезжают здесь, ну, ситуация у нас такая, вот у нас по факту вот такой вот у нас стадион и такая картина, ну, сейчас будний день, 1 сентября, никаких спортивных игр нету, и поэтому людей здесь нет, ну, здесь ходят сотрудники, я так понимаю, вот, которые следят, ну, вот так вот, сейчас идем дальше. Итак, ребята, мы уже обошли этот стадион полностью, ну, сегодня жарко, так, немножко уже, ой, значит, с этой стороны, вот у нас ворота номер 9, с этой стороны, вот сюда, влево, там Ашан находится, сейчас мы идем туда, значит, в принципе, в принципе, объект, как бы, внутри контролируемый, значит, немножко есть травы, конечно, сухой, но она везде есть, немножко есть какой-то мусор, какие-то бутылки, ну, вот, вот так вот он выглядит, когда тихо, спокойно, наверное, как любой стадион в будний день, когда нету игры, здесь сбоку картинг устроили, картодром, большая территория, здесь можно гонять на каких-то, нарезать пятаки, да, там, этим, этот, как его, дрифтовать, дрифт, ну, тут видно, кто-то дрифтовал, потому что так, а может здесь и картинги ездили, не знаю, вот, ну, в общем, вот такая ситуация, вот такой у нас стадион есть, приезжайте, если будет концерт, если вам недалеко, в принципе, все культурненько, красивенько, есть немножко сухой травы, но так, в принципе, все хорошо, за всем, ребята, пока, всем всего хорошего, денег нет, но вы там держитесь, всего вам хорошего, ребята, еще вот хочу вам снять, показать его, наверное, это фронтальная часть, вот так она выглядит, стоит десяток машин, наверное, обслуживающего персонала, вот такой стадион у нас есть, вот такая красота.